60 строителей ежедневно кирпичик за кирпичиком выращивают будущую педиатрию. Здесь уже возвели стены, сейчас прокладывают инженерные сети и монтируют кровлю. Самые сложные работы торопятся провести до конца короткого северного лета, чтобы длинной арктической зимой заниматься уже чистовой отделкой. Запустим систему отопления в зиму, то есть в зиму объект уже войдет с теплом, и зимой будут выполняться работы по внутренней отделке помещений. Впервые о новой педиатрии губернатора попросили во время честного маршрута в 2020-м. Поликлиника и стационар находятся в разных корпусах, а это неудобно. Окружные власти практически сразу запустили поиск подрядчика. Торги объявлялись трижды, но безуспешно. Заявки никто не подавал. В 2022-м, после того, как все процедуры были соблюдены, Дмитрий Артюхов на встрече с губкинцами на том же честном маршруте объявил педиатрии быть. На этой неделе будет торжественно забито первое свае. Мы начинаем, наконец-то, строительство очень долгожданного объекта. А спустя всего три дня на Ямале одновременно началось строительство сразу шести медучреждений. Символические сваи забили не только в Губкинском, но и в Ноябрьске, Таркасале, Тазовском, Муравленко и Карачаево. Педиатрия сможет принимать 200 человек в смену. Здесь предусмотрят рентген, кабинет, лабораторию и стационар на 15 коек. С особой гордостью строители рассказывают об изюминке здания. Атриуме высотой в четыре этажа. Будет дополнительное освещение, то есть будут прямые солнечные лучи попадать в холл первого этажа. Позаботились и о красоте внешней. В темное время суток педиатрию будет видно издалека. В проекте предусмотрели фасадную подсветку. Новые отделения совместят теплым переходом с действующим зданием городской больницы. Объект уже готов больше, чем на треть. Танзеля Бахтиярова, Время Ямала, при содействии ТРК «Вектор».